Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы поговорим о педагогике и психологии, что называется, в одном флаконе. И поможет нам в этом Анастасия Млечко, победитель муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог» 2023 года. Правильно? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, приятно. Во-первых, Анастасия пришла со своей книгой, то есть не просто какая-то книга лежит. Скажите мне, пожалуйста, что же всё-таки важнее, педагог или психолог? Неожиданный, правда, вопрос? Ну, обычно к психологу мы приходим на приём. Вообще-то я сегодня в такой роли. А вам придётся... Как это? Вопросы здесь задаю я. Так вот, что всё-таки важнее для вас, педагог или психолог? Это две грани, которые неразделимы друг от друга. И даже когда мы ещё не знали о такой науке, как психология, она существовала всегда. Да, с появлением первого человека, с появлением первых эмоций у человека уже существовала психология. Психика, да, наше всё, наше проявление. Поэтому это две вещи, которые разделять абсолютно нельзя. Они идут очень тесно, очень взаимосвязаны друг с другом. Ну, то, что делает нас людьми, да, практически, это и хорошее, и плохое всё, что у нас есть. Всё там соединяется. Ну, мы об этом ещё поговорим. Мы же не можем не воспользоваться психологом, да ещё победителем конкурса. Но начнём с конкурса. Вот. Как попали, что за конкурс, кто проводит, как проходит организация? Рассказывайте. Конкурс ежегодный проводится Центром развития образования Оксаны Фёдоровны, Еленой Борисовны. Они организуют этот конкурс, чтобы выявить не только определённых таланты, да, но и поменяться опытом, потому что любой конкурс, цель не столько, сколько проявить себя, а именно завести новых знакомых, встретиться, поменяться опытом, обязательно проявить свои возможности и поделиться этим. Конкурс проходил несколько этапов, заочный, очный, где мы готовили видеоролики, открытые мастер-классы, показы, анализы. То есть в любых средах, что называется, работали. Да. А вас как, заставили в нём участвовать или вы сами? Нет, это всё абсолютно добровольно было. Понятно, хорошо. Так, ну и потом вот ролики, то есть как бы представление, такая визитная карточка, видимо, была. Визитная карточка. Ну вы участвовали сами или дети тоже как-то в этом процессе принимали участие? Конечно, это спасибо большое ученикам, моим коллегам. То есть они в проекте участвовали? И администрации. Детям очень понравилось, потому что они не только участвовали непосредственно в мастер-классе, в открытом занятии, но ещё помогали это всё снимать и монтировать потом. Да, ну да, и они, кстати, это уже умеют делать иногда лучше, чем взрослые. Хорошо, и что в итоге? Сколько человек участвовало? Сколько было у вас конкурентов? Не помните? Достаточно много. Достаточно? Да. Ну вот сейчас же у нас... Заочный этап прошли же не все, и вочно мы встретились с тремя людьми. А, ну, то есть это самое лучшее, да? Вот, и вы подумали, что будет битва. Тем более все, это весь, каждый из них педагог-психолог. Да, да. То есть четыре психолога в одной лодке. Как это можно сделать? Это же вы, получается, каждого просчитываете по-своему и видите. Вот этот здесь опасность, а вот этот послабее. Али как? Нет, нет, на самом деле конкурс у психологов совершенно не конкурс, не соревновательный момент, абсолютно. Мы туда пришли, мы там познакомились, всё было очень добродушно. Обстановка располагала к общению, к игре, к участию в этом проекте, в этом конкурсе, к участию в мастер-классе других конкурсантов. Поэтому мы поддерживали друг друга, мы радовались победам друг друга. Но победили вы. Победила я. Да. Радовались потом они, что вы победили. Конечно. Понятно. А что победитель получил? Грамоту? Благодарственную грамоту, да. И денежное поощрение. Вот, я же об этом и спрашиваю. Ну и, конечно, вы уже попали в историю, что бы ни происходило. И как вы считаете, изменил вас конкурс немножко? Я думаю, что мы всё-таки выросли. Именно личностный рост происходит. Именно в такие моменты. Поэтому я всех призываю не бояться участвовать, показывать свои возможности, делиться с другими. И не переживать. Да. Потому что если не получится, то это не страшно. Но зато если получится, то это бы здорово. Это радостно. По-моему, я сейчас хорошо сказал. Мне так кажется. Видите, психологический эффект начинает действовать уже. Анастасия, скажите, пожалуйста, вы принесли книгу. И я, когда мне Анастасия показала, я увидел, что книга... Ведь у нас сейчас, кстати, студент такой приходит. Они все потом к психологу идут. Потому что все не знают, как же познакомиться, как найти своё счастье. Все очень быстро плачут, девочки и даже мальчики. Все, в общем, немножко такие на нервичке, как мы говорим сегодня. Но это я говорю не с отрицательной точки зрения, а с сочувственной. Потому что мне кажется, что родители не успевают заняться воспитанием, а школа пытается дать больше образования, и тоже некогда этим заниматься. Но всё-таки это мы понимаем, возраст сложный, от 15 и, в общем-то, до конца жизни. Человек может приходить к психологу. А у вас там речь идёт вообще о дошколятах. На книге у вас, наверное, описано. «Я и мир вокруг меня» – так называется ваша книга. Что в ней? Расскажите, поделитесь. Начинала я свой путь с совершенно маленьких детей дошкольного возраста. И постепенно уже выросла до взрослых. Уже преподаю курсы повышения квалификации. Тоже на базе нашего Люберецкого ЦРУ. Работая в детском саду, я поняла, что у детей дошкольного возраста есть определённые проблемы, сложности, пробелы в воспитании. Это социализация. То есть дети не умеют общаться, дети не умеют делиться, дети не умеют договариваться. И именно тогда меня натолкнуло на мысль… Да, да, это моё. Да, моё, да. Ну так всегда было, мне кажется. Ну да. Но только не в большом возрасте всё равно. Они должны научиться контактировать. И идя в школу, дети уже должны иметь определённый запас, определённый багаж уже знаний и умений. И вот именно в дошкольном возрасте мы должны их научить решать конфликты, учиться договариваться, не обижаться, где-то не обращать внимания на поведение других сверстников. В общем-то, не быть эгоистами. Так, по большому счёту, верно? То есть не быть плохими эгоистами. Хорошим, наверное, надо быть? Хорошими эгоистами. Защищая свои границы. Да, да. Не нарушая других. Но при этом идя на компромисс. Умея идти. Это очень трудно сделать в детском саду. Где сложнее? В детском саду или в 11-м классе? Сложнее здесь нет такого. Главное, правильно найти подход. И в каждом возрасте есть свои проблемы. Вот я обнаружила, что именно в дошкольном возрасте проблемы с социализацией. Здесь в этой книге собраны именно мои игры, разработанные мною. Групповые занятия. Я написала несколько сказок своих в рамках сказкотерапии. И вот это готовое пособие, которое можно брать и пользоваться. А в школе, придя в школу, я уже поняла, что здесь совершенно другие сложности. Ребёнок, приходя в первый класс, мы его видим каким? Глазки горят. Желание учиться. Ну, типа взрослый. Желание учиться есть. Но потом с возрастом почему-то это желание пропадает. Почему? Потому что гасает внутренняя мотивация. Всего, кроме учиться. Да, да, да. И вот именно в восьмом, девятом классе – это тот период, когда дети перестают хотеть учиться. Пропадает мотивация. Здесь уже нужна новая книжка. Будем над ней работать. Понятно. Будет продолжение. Том 2. Да. Ну, я не могу не адресовать вам вопрос, которого, наверное, нужно было начать. А почему пошли вот именно по этой стезе? Это родственное что-то? Или просто почувствовали в себе такие вот педагогическо-психологические силы? У нас в начальной школе, когда я еще была маленькая, был замечательный педагог-психолог Наталья Викторовна, которая так могла объяснить все наши проблемы, что казалось, что уже их и нет. Поэтому я просто этим заинтересовалась. Я начала изучать. Я начала это с целью даже не то, чтобы потом помогать другим, а сначала, в первую очередь, помочь себе, понять свои процессы. А потом уже это затянуло, и теперь я готова помогать, сотрудничать. Понятно. То есть это все-таки эффект, как это у психологов называется? Пример. Пример, да? Да. Но не повтор, а пример. А повтор – это когда, может быть, и плохая история. Конечно. Когда мы можем неправильный пример воплотить в жизнь. Ну вот, кстати, вы сказали, да, и педагог-психолог, я учился в те времена, когда какой там психолог, да, но тем не менее, безусловно, были учителя, у которых, ну, то ли от Бога, то ли от опыта, я уж не знаю, от кого или от чего, у них дар какой-то был. Вот они, например, вроде бы разговаривают, и как это, ну, я сам сейчас преподаю, я понимаю, что я какими-то ставками, обращения к каким-то конкретным студентам, я регулирую, как бы, температуру, да, в аудитории и вообще. То есть можем ли мы сказать, что это не совсем правильное название, потому что, наверное, любой педагог должен быть психологом. Конечно, безусловно, это так. Но и у любого педагога должен быть всё равно свой педагог-наставник, которому он придёт, выговорится, поплачется, спросит совета, и тогда ему станет легче. Потому что есть такой термин, как психологическое выгорание у педагогов, и поэтому те педагоги, которые нам раньше казались отзывчивыми, добрыми, всегда на стороне ребёнка, вдруг становятся чёрствыми, не видящие проблему, жёсткими. Как будто не смазана машина, да? Равнодушными. И вот здесь тогда уже нужна работа психолога. Понятно. Ну, это мы сейчас говорим уже о психологии по отношению не к детям, а к тому, кто работает. Да. И, кстати, правильно я понимаю, что школьный психолог, ну, видишь же ещё где-то такая должность, да? Ну, вот, или должна быть. Нам остаётся надеяться на то, что на эту должность всё-таки назначают людей, ну, которые пришли работать, а не потому что больше некуда идти, давайте так скажем. Они же работают не только для детей, но и для преподавателей, потому что мы же видим сегодня проблемы учительского, педагогического. Вроде и денег там дали, и всего, но тоже и выгорание профессиональное, как в любой работе есть. Да. И некое просто иногда человека... Ну, вот как может, ну, условно, таксист, вот у него что-то случилось в семье, а он сел за руль. Это же небезопасно, да? Он может что-то совершить. Конечно. А педагог точно так же. У него что-то произошло, он может накричать на ребёнка, он может очень много сделать нехороших вещей. Поэтому, наверное, психолог нужен в этом воспитательном процессе всем. Тут ещё немножко артистическая история, когда ты отдаёшь энергию, и ты получаешь энергию. Если ты отдаёшь и получаешь, то вроде как хорошо. А если ты только отдаёшь, тогда и нету обратной связи. Обратная связь есть всегда. Да? Смотря как делиться этой энергией. А он может быть отрицательной. Когда хочется сделать... Да, у психолога должны быть свои механизмы защиты, чтобы эту отрицательную энергию не принимать. Это мы сейчас вторую часть репетируем, где мы будем говорить про психологию. Наша задача всё равно освободить педагога, раз он обратился. Но не принять его проблемы на себя. Здесь уже срабатывают психологические защиты. И в нашей организации я провожу мастер-классы, иногда даже очень часто, потому что это востребовано. Сами педагоги приходят и просят. А так по графику они у нас раз в пять недель, как в каникулы. Бывают такие преподаватели, которые как-то легко. Нет у них такой проблемы, что они вечером отдохнули, и с утра опять нормально. Да, это те, которые правильно выстроили свой рабочий процесс. Да, я понимаю, о чём вы говорите. Мне кажется, что я вас понимаю, по крайней мере, для себя. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Анастасия Млечко, победитель муниципального конкурса профессионального мастерства городского круга Люберца, естественно, педагог-психолог года 23-го. Сделаем паузу, а потом поговорим о психологии. Мы продолжаем нашу программу. Открытый диалог. Анастасия Млечко, победитель муниципального конкурса профессионального мастерства, педагог-психолог 2023 года, потребовал от меня в перерыве, чтобы я вспомнил родителей. Куда же без них? А я их уже вспоминал. Я говорил о том, что родители зачастую почему-то считают, что их воспитание заканчивается домом. Ну, максимум, там, на улице прогуляться. А так они отдают в школу, думают, что там находится Анастасия. Если что, она выведет, куда нужно. Но на всех-то Анастасии нет, правильно? То есть, роль родителей какова сегодня? Почему они так иногда безучастны в судьбе ребенка? Или я ошибаюсь? Да, вы ошибаетесь, потому что сейчас у нас воспитание, в основном, оно детоцентрично. То есть, в первую очередь, у родителей интересы и потребности ребенка. Так всегда. Выполнив их, нет. Так не всегда. А, но вы имеете в виду купить игрушку? Конечно. А, нет, нет. Я думал, вы имеете в виду накормить, правильно накормить, правильно одеть. Одеть, обуть. То есть, потребление, общество потребления. Конечно, конечно. Будешь хорошо учиться, получишь. А потом и машина, и дом. Да, поэтому у нас создан родительский клуб. Равнодушных нет. Обязательно мы проводим рекламу нашего клуба. Абсолютно любой родитель может вступить в наш клуб. Мы проводим занятия с родителями, на практические занятия, тренинги, семинары. Даже приглашаем совместно детей, разбираем их проблемы, обучаем родителей себя вести именно правильно по отношению к детям. Ну, просто, вы же понимаете, в последние годы, то много об этом говорят, то мало говорят, очень странная такая тенденция, что зачастую дети начинают доверять не учителям. Ну, предположим, так может быть и всегда. Было один-два хороших учителя. По крайней мере, их слушают. Но доверие тоже еще не факт. Родители вообще как бы где-то в стороне. И вот они выходят на всякие группы, на дай бог более-менее безопасно, выходят на опасные группы. И они с легкостью отдают себя в эти руки, готовы совершать все, что угодно. Иногда даже в противоречии того, что там папа с мамой им говорят. Это такой детский протест, правильно я понимаю? Это потому, что у детей психа динамична. Она колеблется. Они еще не понимают, где хорошо, где плохо. А там давят. Вот, да, да. Если они чувствуют, что родители не на их стороне, педагоги только требуют свой урок, и они не понимают, где же им выплескивать свою энергию, тогда, конечно, они уходят, они утекают от нас. Потом им еще кажется, что обмана много, что говорят одно, а на самом деле по-другому все. Потом видят семейные какие-то разборки. Ну, все вместе. Это совсем другая тема уже. Обманы, потому что дети боятся последствий. Поэтому они начинают обманывать. Ну, мы же понимаем с вами, что плохой педагог – это тоже обман. Он не занимает свое место. И он может для… Ну, если он еще по предмету испортит, ну, что человек не будет любить там математику, он любит русский язык, это от него будет зависеть, от этого педагога. Но не повезло. Да, впечатление, да. Да, поэтому тут очень много аспектов. Но я прекрасно понимаю, что человек, который написал книгу, может много об этом говорить, но меня не простят. Если я немножечко отвлекусь сейчас именно от педагогической составляющей, поговорим о психологии. И вопрос самый первый. Почему сегодня такой большой запрос у людей, вообще у любых людей, мне нужен психолог личный, посоветуйте психолога. Не юриста, не адвоката, если какая-то проблема, не бизнесмена, не просто поговорить с друзьями, собственной женой, да, иногда они могут говорить, мне нужен личный психолог. И ты идешь, да, как мне многие думают, вот я сейчас все психологу расскажу, и она направит меня на путь истины. Даже немножко религиозное такое, да, что это? Это общество больное, или так и надо делать? Это так и надо, конечно. Когда я пришла в эту работу, в педагогику, в психологию, 10 лет назад, тогда родители совсем боялись идти на контакты. Если я звонила, вызывала по ребенку, что у вас есть проблема, придите, мы просто пообщаемся, поговорим и решим эту ситуацию. Они думали, что все, я поставила ребенку диагноз, я что-то плохое хочу им сказать и отправить их к психиатру за справкой. они боялись, они не понимали, что психолог и психиатр это две разные вещи. Сейчас уже общество поняло. Сейчас они уже дошли до того, что действительно почувствовали эту пользу работой с психологом, потому что действительно это большой прорыв будет в будущее, в свое личное, в свою жизнь. Но с другой стороны, вот прошу меня понять, ну, может быть, я из некой такой, не хочу сказать старой, но какой-то другой формации. Я все-таки пытаюсь, мне кажется, вся проблема людей, которым нужен психолог, в том, что они не умеют задавать вопросы себе и честно на них отвечать. А что я это сделать? Не хочу. Понимаю я, правильно это делаю, неправильно. Ну, то есть, немножечко пораскинуть мозгами. И это, я не говорю, что это плохо, да, но просто это такая данность. Вот мне кажется, что человек, который самодостаточный, который знает, что он хочет делать, у которого есть какая-то цель, который понимает, что ему нужно от жизни, семья, работа, он следит за родными, близкими, друзья, он может хорошо отмечать праздники, но он самодостаточный, ему не нужно, чтобы кто-то его вел, потому что он умеет разговаривать с собой, договариваться с собой. А есть люди, которые боятся задавать себе вопросы, а уж если их и задают, то, естественно, отвечают еще хуже, чем они отвечали бы, например, на допросе, где они как бы в такой ситуации. Поэтому у меня такой вопрос. Можно ли так сказать, что есть люди, которые могут прожить без психолога, правда могут, и те, которые без, даже не психолога, а некого ведомого? Ну вот как в семье. Где-то жена, а где-то муж. А если они вдвоем, то это к разрыву может привести. Или трудно себе представить двоих таких тоже развернувшихся друг от друга? Первое, когда человек приходит к психологу, психолог с клиентом формируют проблему. Озвучивание проблемы это уже первый шаг к залог ее успеха, к решению этой проблемы. Человек, который умеет анализировать, умеет понимать, как реагировать на не очень хорошие ситуации, умеет перерабатывать в себе негатив и имеет уже механизмы защиты, которые он выстроил уже давно, в подростковом еще возрасте, как это положено. Конечно, если у него нет вопросов, он может не обращаться к психологу. Это хорошо, честный психолог попался. Потому что всем нужен психолог иногда таких. Ну, я, конечно, немножко утрирую, просто почему? Ведь довольно странно звучит, что человек готов, сейчас не к вам, да, мы же понимаем, что профессия популярна, как когда-то были юристы популярны, до этого экономисты, ну, медики всегда популярны. Иногда можно попасть в руки психолога, недопсихолога или человека, который какие-то, тут такие слова уже начинают лезть, нехорошая манипулятивность и так далее. Ну, мы видим сегодня, да, это и в блогерском движении, и вообще в коучевском, так, движении, где ради заработка человеку можно столько наговорить, что он подумает, господи, я еще живой после этого всего. Поэтому вот в чем опасность лжепсихологии, когда люди попадают не в нужные руки. Вот как быть уверенным, что ты попал к хорошему психологу, если тебе это надо? Конечно, научная психология отличается от житейской психологии, как это принято у многих блогеров и так далее, и так далее. Вот такое, да, по-нашему, по-простому. Поэтому только обращаться к проверенному, только находить именно хорошие отзывы о психологе. Только к таким. И не следовать советам действительно из интернета, которые там обещают. Ну, да, то есть все-таки человеческое общение. Еще такой вопрос. Когда психолог общается, и вернемся к педагогу, и будем заканчивать, но я же должен каждый день, я точно не каждый день с психологом общаюсь. вот, когда психолог общается с человеком, это же все равно идет некая, ну, я не хочу сказать борьба, а как бы две атмосферы, да, чтобы вас слушал человек, вы даже, ну, не хочу вот слово подавить, почему-то, ну, завладеть или как. Либо бывает, что человек, у вас все, и вы понимаете, что при всем желании, ну, какая-то сильная у него, я уже не знаю, там, энергетика или так, что не получится. Бывает такое? Конечно. Это играет роль? Конечно. Манипуляции бывают разные, и, конечно, педагог-психолог, он должен быть ас в этом и сделать так, чтобы все-таки свою сторону переклонить. Вот теперь, я так понимаю, конкурс прошел, и уже в следующем, в следующем году будет новый, наверное, вас уже позовут как опытного специалиста, как наставника и так далее. Вот чтобы вы, как педагог-психолог, пожелали сегодня своим коллегам, педагогам и родителям, наверное, прежде всего, потому что детям вы, наверное, скорее всего это и желаете, и говорите с ними. Ну, это как бы личный такой фактор. Детям я говорю на каждом уроке, что мы должны быть завтра лучше, чем вчера. Это наше такое кредо. Они это уже знают. А сегодня? Лучше, чем вчера. Мы сегодня тоже лучше, чем вчера. А, нет. Это как разговор о будущем и настоящем. Потому что так получается, что прошлое точно есть. Да. Будущее точно есть. А настоящего нет. Потому что я сказал, его уже нет. Ну, хорошо. Родителям что? А родителям, я думаю, что надо посоветовать такое, что если долго мучиться, что-нибудь в любом случае получится. Потому что родительство – это работа. Работа не только над ребенком, который нуждается в воспитании, обучении, развитии, но и над собой. Потому что с каждым периодом взросления мы меняемся, как родители. Но мучиться нужно в правильном направлении. Правильно. И муку все-таки превращать в работу. Потому что если работа мучительная, это тоже, наверное, недостателось. Ну и, наконец, все наши педагоги, причем педагоги и детский садик, и школа, и преподаватели вузов. Это очень такая изнуряющая, в общем-то, работа. Невозможно бывает в одном… Нет, бывают, да, и группы, где все как святые собрались. Но реже. Чаще это разноплановые дети. Каждый хочет, чтобы к нему было персональное отношение. Вот что бы вы пожелали своим коллегам? Как еще раз говорю, победите целого профессионального конкурса. Коллегам я хочу пожелать двигаться вперед, ни в коем случае не останавливаться. И движение вперед невозможно без духовного, личностного самоопределения. Если он поставил перед собой цель, то чтобы ее достичь, действительно надо трудиться, идти вперед и не останавливаться. Ну, тут как бы я соглашусь абсолютно психологически. Вперед, только вперед. Мне кажется, что это движение вообще, движение всех, как только ты остановился, то мне кажется, что уже и психолог не поможет. Он может направить, чтобы движение продолжить. Но главное не идти назад, наверное. Озвучить новую цель. Озвучить новую цель. Спасибо. Вот мы как бы побывали с вами сегодня на абсолютно бесплатном и очень интересном психологическом сегодня таком сеансе, как это называется. Почему? Потому что касается самого важного детей, прежде всего, чему мы уделили больше всего внимания. Вернее, кому. Ну и, конечно, родители, педагогические составы. Понимаем, что все-таки профессия необходима. И поэтому проходит такой конкурс, победителем которого была она и есть как бы, да? Да уж, победитель раз уж стал навсегда, на всю жизнь. Анастасия Млечко, победитель муниципального конкурса профессионального мастерства, педагог-психолог 2023 года. Спасибо вам большое. Вам успехов творческих. Ждем новую книгу. А это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин